У меня были некоторые сомнения, что нам удастся проделать такую большую, многоступенчатую работу. Но радоваться рано, потому что это только первый этап. Впереди второй этап — это, собственно, конкурсное проектирование, сбор работ, подведение итогов. И далее будет еще третий этап, на который мы очень-очень сильно рассчитываем. Это то, что конкурсные работы пойдут дальше в дело. Я хочу пригласить сюда Наталью Ивановну Пинус, депутата городского совета нашего любимого города, которая расскажет, вот как все начиналось. Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что у нас столько много сегодня замечательных архитекторов присутствует на этом мероприятии. Я вам чуть-чуть расскажу про затею, собственно, как все начиналось и что дальше мы пойдем сделать. Значит, принято решение о том, что будет построена новая гимназия на месте старой. Но она будет построена по типовому проекту. Таким школам у нас будет в Новосибирске 5. Значит, взяли этот проект, изучили учителя, родительское сообщество. С точки зрения внутреннего наполнения все рады, все счастливы, все хорошо, что-то можно конкретировали. Но потом я взяла на себя смелость посмотреть на фасады. Я поняла, что ту школу, которую мы так давно вообще находим в городке, все ждут. С учетом того, что зданий у нас вообще очень мало, какие появляются в нашей территории. И вот она будет вот такая типовая, нестандартная. Как-то стало немножко грустно. Поэтому у нас родилась такая идея изменить фасадные решения. Значит, я вам могу сказать, что у нас людей, если пришли, что у людей здраво и проще, не так-то просто было победить Мэрина в том, что это нужно делать. Потому что постоянно нам задавали, что зачем, и так хорошо, и вообще-то нужно кому-то считать. Но Александр Шварцкоп, и я думаю, что много благодаря его поддержке нам удалось договориться, что мы будем делать этот конкурс. И не просто сделать конкурс, потому что средства на этот конкурс висит из-за датной части. Мы сами искали нам, что это не бюджетное средство. А вопрос в том, чтобы мы потом не сработали в корзину. Понимаете? Нам очень хочется, чтобы потом был результат. И в этой связи мы все-таки надеемся, что то, что мы с вами сегодня поработаем, то, что архитекторы поработают, мы потом выберем лучший вариант. Мы очень надеемся, что он будет реализован. И мы будем максимум прикладывать к этому усилий, чтобы все-таки у нас была красивая, прекрасная, достойная школа. Значит, здесь обозначены спонсоры, которые дали денег на это. Еще есть некоторые люди, которые решили, что они дадут, и пускай про них никто не говорит. Такие люди у нас тоже есть, и чисто хвала этим людям. Значит, собственно, что сделано? СССР взяла проектное решение, проекты фасадов, сделала 3D-модель. Значит, мы сформулировали, какова сейчас цена фасадных решений, сформулировали в конкурсе документации, что мы считаем, что она должна быть по возможности не выше вот такой. Конечно, можно нарисовать и лучше, и богаче, и более какие-то прогрессивные технологии использовать. Но нужно понимать, что просто они не будут реализованы, и все. То есть это просто сами для красоты можно сделать. И, в общем-то, вот этот ценовой параметр, он тоже будет одним из параметров, который будет учитываться при принятии решений о том, какой же фасад все-таки сделать. Вот после того, как у нас будет определенное количество работ, у нас будет профессиональное жюри, которое выберет, значит, тот фасад, который окажется победителем, и нам было бы очень интересно также еще показать эти фасады людей, людям и посмотреть, как люди отреагируют, кого будет мнение людей. Ну, просто это, мне кажется, интересно узнать. Ну, и мы надеемся, что мы к июню, ко дню города нам поставили такую цель, чтобы мы завершили всю эту работу, мы очень надеемся, что это будет сделано в конце июня. Ну, а дальше уже наша задача, как это все продвигать, именно в толсткость того, что нужны будут дополнительные деньги на фасады, нужны будут дополнительные деньги на корректировку проекта, документации, на повторное прохождение экспертизы, на это все нужны будут деньги. И кажется, что базово мы договорились о том, что органы власти будут прикладывать усилия и содействовать тому, чтобы вот это все именно так и случилось, потому что есть понимание того, что это стоящее начинание, то, что мы, собственно, задумали. Ну, а сегодня мы попросили уважаемого Игоря Викторовича Поповского. Истинственно, что Игорь Викторович Поповский, ну, на мой личный взгляд, и не только на мой взгляд, является таким, ну, экспертом в отношении архитектуры Академгородка, архитектуры Академгородка имеет свою определенную специфику. Мы решили это сделать для того, чтобы Игорь Викторович представил вообще в целом, какие архитектурные решения могли бы, может быть, быть более или менее уместными в этом контексте, хотя это не является догмой. Правильно же, Игорь Викторович? Это просто разговор о том, как могло бы быть. И здесь мы ждем, безусловно, решения архитекторов и профессионалов, и молодых архитекторов. Очень здорово, что сегодня Тимур записывает то, что сегодня будет происходить, потому что у нас есть понимание, что еще есть другие люди, которые хотели бы принять участие в нашем конкурсе. Там у нас и призовой фонд есть, то есть тот, кто победит, он получит приз. И мы надеемся, что потом можно будет этот материал использовать для других участников, в том числе и иногородних. Ну вот, пожалуй, все, что я хотела сказать. Наверное, Игорь Викторович, теперь, пожалуйста. Игорь. Спасибо. Ну, значит, ну, я прежде всего хочу сказать, что те архитекторы, которые сегодня будут основными в этом конкурсе, но не те, которые, мы не знаем, захотят участвовать, эти архитекторы были заявлены по моим рекомендациям. Вообще, я скажу, что все эти архитекторы один из лучших в Новосибирске, да, практически лучшие в Новосибирске. И я, конечно, надеюсь на хорошее качество этой работы. И когда мне сказали сделать установочный семинар, то я точно вам скажу, что для этих архитекторов никаких установочных семинаров делать не надо, потому что они отлично знают Академгородок, и вообще все это отлично знают. Я поэтому просто расскажу те вещи, которые связаны с контекстом от этого Академгородка с развитием этого контекста. И потом покажу, в принципе, некоторые школы, какие бывают и какие моменты можно будет использовать в ваших работах и неработах тех ребят, которые будут добавляться. Значит, так, у нас вот этот предвещатель. Ну, я сразу скажу, что Академгородок, конечно, связан с именем Академика Михаила Алексея Человринтьева. И тут надо сразу понимать, что суть, несмотря на то, что там есть мощнейшие формальные вопросы появления этого объекта, как... Ну, была такая идея, что нужно было создать как бы Академию наук СФСР, да, вот это не получилось, и вот тогда было заменено вот антисибирскому юридику. Там много политических страстей, нет смысла об этом рассказывать. Самое главное, что сам Академгородок, и те ученые, которые приехали вот сюда, под Белосибирск, можно так сказать, приехали они совершенно, очень романтическими идеями, колоссально романтическими идеями, создание такого монастыря наук, да, в котором люди будут расщеплять гидроатомы, поэтому для меня Академгородок очень сильно связан с фильмом «Дневидия Нового года» с актером Баталовым, который сыграл главного героя вот этого Гусева, и который вот фильм снимался отчасти в Академгородоке, это уже существенный момент. Да, вот такой совершенно безбашенный ученый, совершенно таким романтическим настроем, вот мы помним еще фильм «Озеро», там тоже один актер Ножкин сыграл такого ученого, его показано фотографии, он в Академгородке и все такое, то есть это какой-то вот, знаете, невероятный отрыв, и когда, значит, вот этот появился домик, а Лаврентьева в 58-м году, вот эта вся идея, то, что он рубит вот эти березовые трава, живет вот таким монастырем, это, конечно, было очень впечатляюще, что люди с городской культуры вот так вот заменили вот такую культуру, вот такого, скажем, монастыря, хотя, конечно, сразу быстро стала развиваться инфраструктура для того, чтобы обеспечить хорошим живьем, и вот в частности Лаврентьев, значит, Анатолий Федорович Воловик запроектировал такой особняк, потому что Хрущев сказал, как-то неприятно, что ты вот живешь в таком деревянном доме, приезжают ученые с запада, и они не могут понять, что за дела, почему ты так вот живешь, и вот как мне рассказывали, насколько это миф или легенда, что Лаврентьев туда переезжал именно только для того, чтобы встретить западных ученых, а так он все равно придерживался вот этого деревянного домика, и он сразу у него взгляды были направлены на экологическое понимание вот этого Каневогородка на совершенно другую структуру. В это время, ну, я прямо скажу, было сильное влияние модернистских моделей такого горбезьянства, это строительство высотных объектов вокруг леса, отказ от города, от улиц, фактически полное распространение зелени вот и там появление этих так называемых садных объектов. Конечно, Академгородок вроде бы по первой идее мог и таким стать, и он был сразу задуман с большим привлечением благоустройства на одного жителя, живущего в Академгородке, хотя, по сути, и все микрорайоны решения, они очень были похожи на любой микрорайон, который строился в городе. В частности, мне очень понравилась вот эта ситуация, когда Александр Альхипов показал Затуринку и микрорайоны Академгородка и пыталась там, это было в технопарке, чтобы сказали, где Академгородок, а где, собственно говоря, Затуринка. Ну, я сразу это нашел, потому что нашел по простой причине. Во-первых, Академгородок немножко пониже, а во-вторых, где-то в Академгородке это полеет, это сразу легко прочитывается. Да, я хорошо помню Затуринку, когда не было вот этой выросшей зелени, я хорошо помню Академгородок другим. Ну, первый генплан, схема генплана была весьма низкоплотной и не для большого поселения. И так, то есть, Академгородок не предполагал мужчиного развития. И он, так, да, и первое, что было сделано, это было сделано, кстати, мне нравится, когда про Академгородок говорили, что вон, архитекторы сделали человеческий масштаб, и все, как он был просто управленческая модель, приехал Хрущев и сказал, что во время ядерной войны все высотки попадают и вообще они, как бы, эти высотные объекты демаскировку делают, а Академгородок все-таки объекты ВПК, короче, убрали эти высотки и никакого корреспеченства не получилось. Получился вот эти микрорайоны, хотя высотные акценты на улице и чай есть, и эти высотные акценты не простые, они связаны именно с тем, чтобы показать, что это центр Академгородка, и по сути девятиэтажки, конечно, на фоне соснового бора они невысокие и мы даже их не очищаем, потому что девятиэтажки ограждены вот таким муравьиным лесом и мы даже никогда не представляем, что есть ли вообще в Академгородок что-то более высотное, чем 4-5 этажей. а тем более сейчас уже на Терешково построены новые решения и мы можем сказать, что рассмотрение вот этого макета участниками процесса они безусловно видели совершенно новую модернистскую модель. Я помню, когда я учился в Севстрии, то по съемке Академгородка представилась студентом архитектурного факультета для рисования малого города. Там была вот эта магистраль железнодорожная была магистраль, были показаны узлы, и мы такие вот эти кольца, вот как сегодня расположены все проспекты Академгородка, их рисовали, я считал самая, ну как бы правильная эта модель. И центральная часть Академгородка была запринтирована именно как такой мощный пешеходный променад, надо сказать, не знаю, показывайте, пока что. Вот вот это муравиный рис, который, он предполагал мощно активное использование как общественного пространства. Я вот просто хочу спросить, кто в Академгородок ездил там хоть когда-то ходил? Слава Богу. Вот я, например, первый раз туда зашел, когда муравиный муравиник увидел, елки, что это такое. А так, по сути, это получилось пространство, ну какой-то бри вот этих девятиэтажках и, соответственно, больший променад происходил всегда вокруг торгового центра и вокруг ДК Академии. Вот в этом месте это было самое плотное по пешеходному потоку людей. Потому что это было не только жители Академгородка, это было большое количество жителей города. В Академгородок ездили как в другую страну, в другой мир, здесь были другие, другое обеспечение, это про Богдан Академийскую, про Кадемгородок, недаром. Это два достопримечательных сейчас места. Мне бабушка говорила Московское обеспечение. Вот так вот. Мы туда ездили как на экскурсию в какую-то, не знаю, зарубежную страну. И 8-й экспресс, который останавливался в районе улицы Фрунзе, там была очередь в автобус и была очередь на цветном проезде, на этот же автобус была очередь. Здесь даже самые невежливые люди выстраивались в эту очередь, потому что ехали в другую страну. И Академгородок, конечно, стал особым объектом, хотя он был, в общем-то, в принципе, такой же объект, как Снежинск, например, Челябинский, ну, то есть, закрытые вот эти зато знаменитые зоны, он такой же был объект, как Северский, например, Томский, но он был без колючей проволоки, открыт, и без предприятия, которое делало этот режим за то. И поэтому он стал настоящим городом, градостроительной гордостью для всех, собственно говоря, советских людей, город, лес, как его называют, да, и сюда приезжал Никсон, то есть, приезжали серьезные политические деятели, ученые, и это было на показ, и это было, ну, как бы пример вот такого невероятного зеленого города, модернистского города, который имел какой-то особый статус и основы совершенно в принципе проживания. Но, я вам сказал, что было три, оказывается, генплановских решения 58-го года, 60-го, 63-го, в 63-м году я родился, понятно, да, то есть, это было очень давно, вот, и эти генпланы были выполнены 58-го года на 10%, 60-го на 40%, и 63-го на 60%, все эти генпланы были уплотнительные, как сейчас говорят, это уплотнительные, ну, тогда не говорили про точную застройку, но они как раз шли к тому, что Академгородок колоссальным образом развивался с точки зрения как научный центр, требовал жилье, требовал жилье не только ученым, но и строителям, и в конечном итоге Академгородок начинал уплотняться. И в этом плане, так, что-то там заело, кис-кис, а, не все были выполнены объекты вот этого, этих генпланов, это в частности, напротив, значит, вот это дома торгового центра, должен был создан еще один объект, значит, потом, значит, видите, как развивался, вот этот корпус, главный, который раньше был корпус НГУ, он был не главным, а лабораторным, и должно было вот такое гигантское развитие этого корпуса, кстати, обратите внимание, что Пироговский лес был тоже серьезным образом занят, и в этом месте что-то, вот, Декабр, Дом культуры, а у нас есть Дом ученых, но еще был как бы Дом культуры, и, соответственно, вот центр до конца не наполнится, и сегодня такой, какой есть, и поскольку он стал запрещательным местом, я думаю, что и тем более, что Золотая долина и торговый цвет достали памятниками архитектуры, и я думаю, что ближайшее развитие будет очень сложным, крайне сложным, и, наверное, даже невозможно. Так, вот, генплан 58-го года, вы можете посмотреть его, с точки зрения, он имел более, как бы, видел поворот, более правильные линии, хотя, в принципе, вся та же самая схема вот этого полукольца, связанная с магистралями, и две променантные мощные перспективы, то есть, это была смесь модернизма и классики, то есть, завершение перспектив дома Ленина и дома и института ядерной физики вот здесь, да, это вот дом ученых, а вот это институт ядерной физики, да, и видите, что в центре была площадь, пересечение, но это все еще раз на 10% только было выполнено, и тут очень плохо видно, ну вот темными, темными пятнами, видите, темные пятна, да, это то, что было выполнено по этому генплану, но прежде всего, это большая часть институтов и большая часть жилых домов, и в том числе дом ученых, ну и вот тут, стадион, так далее, следующий генплан был уже скорректирован, появилась еще одна диагональ, соединяющая с Бердским шоссе, кстати, ну я запущу критику, я считаю, что это было несколько неправильно, это было противоречить пешеходному городу, потому что эта диагональ пропустила транзит транспорта, сегодня, конечно, когда 450 автомобилей на тысячи жителей, и когда жены ученых не доходят пешком до торгового центра, а доезжают на роскошном автомобиле, это, конечно, актуально, но тогда это убивало вот эту пешеходную идею, и, к сожалению, уже ее корректировало, но это было, видимо, сделано не случайно, необходимо было связать университет непосредственно более простой связи, потому что идея в общем-то суть развития университета было не кампуса, ну вот Александр Ильич Ложкин даже называл, что это Мехика, да, но я скажу, что я смотрел кампус Мехико, к этим городам, конечно, немножко уступает в этом отношении НГУ, сегодня НГУ сильно расширяется, это самый активный экономический агент, который, ну, естественно, вступает в конфликт с зелеными, но, наверное, самый, кто активно в верхней зоне развивается, это уже однозначно потому, что, конечно, НГУ всегда был таким элитным университетом, там были небольшие группы, которые учились, и сегодня, когда он становится большим, многие критически это рассматривают, потому, что, знаете, рассказывали мне потрясающие еще первые выпускники НГУ, там, что не было никаких гардеробщиков, можно любого студента занять деньги, и это все было доверительно, то есть, это была школа, когда приходили ученые, отрываясь от своих научных разработок, и просто рассказывали студентам, как надо раскалывать ядра там, не знаю, смешивать какие-то вещества, мне эти ученики первые говорили, что это было просто фантастически, просто фантастически, потому, что это, шло, не как учебный процесс, как у нас сейчас, там, зачеты, все, это шло, как, не знаю, как сократовские беседы, понимаете, и это, конечно, было здорово, то есть, это был небольшой университет, это был треугольник знаменитый Лаврентьева, где была работа, университет, и, значит, это жилье, в этом треугольнике жили ученые, они подрастали, подрастало поколение, надо сказать, что много ученых уехало обратно, из-за кодем городка, которые приехали, потому, что, все-таки, городская жизнь это одно, а такая жизнь достаточно была сначала неудобной, но университет вырастил очень замечательное поколение, которое сегодня, собственно говоря, и работает. так вот, вот тут цветом показано, другим цветом показано, ничего не видно, да, вот такая вот коррекция, ну, короче, я просто показывал, что как этого года был добавлен. Наконец, да, в этом случае появились знаменитые микрорайоны, если честно, эти микрорайоны планировочно практически не имеют каких-то особых подходов. Нормальный модернистский микрорайон с постановкой объектов социальной инфраструктуры, но поскольку, еще раз говорю, было большое количество благоустройства на человека, это выглядело намного разреженнее, намного свободнее, и, как бы, сложилось такой момент, по-первых, посадки, что вроде бы как каждый дом строился с учетом вот этих деревьев. На самом деле это не совсем так, потому что, ну, я сейчас это покажу, вот это микрорайон В, вот такой был академгородок. Один, да? И вот, когда сейчас вот видит академгородок, ну, скажем, я возил из Сиэтла, из Германии студентам, потому что они приезжают сюда, они говорят, не надо никого в госпитстве везти мне в академгородок, я там хочу себе посмотреть, поскольку они видят только деревья, и больше ничего, и складывается ощущение, что вот действительно так вот как бы невероятным образом строилась вот эта система в этот лес. На самом деле не так, это очень много искусственных посадок. Я хорошо помню академгородок другим, кстати, вот обратите внимание, это объект соц. искусственных бытов, я потом просто о нем скажу. Вот. И вот этот лабораторный корпус университета складывалось так, что практически все институты и большая часть объектов академгородка это типовые проекты. Они строились очень быстро, но вот эти типовые проекты. есть и, конечно, не закрывать глаза и посмотреть. Качество ряда объектов были не такими высокими, а очень высокого качества был дом ученых. Я прямо скажу, особенно там замечательная была девушка на авторском надзоре, которая на крыше срывала крышу от Багрома, она пришла, так как бы где у вас Багор? Вот пожарная набрала Багора, так втыкала и срывала и переделывала. Ну там, конечно, все строки матом на нем, а маленькая девчонка мне рассказывает, она приходит через них говорит, переделывала, снова вперед Багора, снова втыкает, снова срывает. И так три раза. Дело в том, что если правильно технологию выполнена в зон, то Багора не втыкается и не может сорвать Кролева. И она добилась того, что Кролев проработал потом 10 лет без капитального ремонта. Ну, по нормативу как это требовалось. Хоть и тоже дом ученых типовой проект, он был перестроен, вот как мы сейчас конкурс сделаем, примерно по такому же типу он был как бы добавлен определенными объемами, очень качественно. Я считаю, что это очень хорошая модернистская архитектура в сегодняшний день. Большинство модернистских объектов академгородка монохромные, вот эти крупные общественные центры. Единственное, что не монохромные, это были ряд объектов, ну, я сейчас поднимаю немножко. А, да, ну, вот этот академгородок, который я хорошо помню, он был не зеленый, он был такой солнечный, знаете, запрещено было в городе ходить в шортах и в купальниках, просто, ловили сразу, вот, я помню одежду украли, нашел студента Семстриновского и он шел до общения, значит, ну, в плавках, да, его медицина сразу повязала, вот, а в академгородке ходили люди такие загорелые, спортивные, ну, то есть это был какой-то другой мир, была какая-то фантастика, не было крепких выражений в то время, это точно помню, как ребенок это хорошо знал, потому что я выезжал из Новосибирска с крепкими выражениями и приезжал в академгородок, где этих выражений не было, люди вот это кормили белок, все это было экологически чистое, очень много было солнца, сегодня, конечно, академгородок другой, он не тот, он очень озеленен, он просто, ну, просто зарос, и архитектуры практически там не видно, это не плохо, не хорошо, это просто, ну, новое, как бы, жизнь вот этого места, и поэтому, безусловно, там вырубать, я не сторонник этого, хотя, конечно, я сторонник того, чтобы ни в коем случае деревья не падали во время ураганных людей и их не убивать, потому что это нельзя. Вот, вот такой был академгородок, вот, это торговый центр, который, ну, по некоторым версиям, он вставлялся в Японии, в некотором месте в Канаде, но я знаю, что, сейчас уточни, что это все-таки было в Японии, макет этого объекта, он был сделан, вот именно, это не типовой проект Конди 2, потрясающе было обыграно рельеф, когда ты заходишь вовнутрь, там было еще такое, такое, как называется, кафе, да, в котором вот этот шел конвейер, то есть это фантастика, знаете, это другая страна была, вот у меня такое было ощущение, помните, мертвый сезон такой у Филиппу, мне такое ощущение, что я вот приезжал, вот он прямо туда, в Германию, к этим ученым, как там, в мертвом сезоне, и вот я прямо там в кафе этого там сидел, и торговца, когда выходишь, вниз опускается второй этаж, то есть ты выходишь на первый этаж, опускаешься на второй, это просто для меня было это совершеннейший фантастик. Он был сделан, тоже был сделан и стимонитом, мне кто-то рассказал, что там просто покрасили битомной краской черным стеклом, вот, но идея стимолита вот этого, вот этих всех решений, которые я смотрел в журнале Америка, и вот про архитектуру, и, соответственно, про западную архитектуру, у нас, кстати, в тот момент журналы все были черно-белые, поэтому мы не знали, цветы эти дома, для Верхауска у меня был совершенно серый, а оказывается, сон зеленый, но это вот обидно, конечно, но вот такой момент присутствовал, поэтому не знаю, почему монохромные полиобъекты общественные, трудно сказать, возможно, это было влияние вот такой монохромного графики, которое было в преподавании, вот эти отмывки, знаете, вот эти черно-белые графики, но объекты все равно выполнены очень качественно с точки зрения материнских подходов, и я считаю, что они совершенно соответствовали всей той планировочной схеме, которая была задумана городостроителем. Ну, это, как это, поганка, да, вот эта знаменитая, сегодня на нее смотреть просто не могу, потому что идея этого объекта была шикарная, консольная, красивая, и, конечно, сегодня это все не видно, все скрыто, я думаю, что переживет, как будто кризис торговый центр, и придет все-таки к какому-то первому виду, дойдет до капитального ремонта, и придет, наконец, вот эта модернистская архитектура прежняя, и мы это увидим, но, так или иначе, конечно, такие решения были шикарны. Ну, и дом ученых, я уже вам сказал, просто потрясающий объект, и единственный вот объект, который имел какую-то определенную цветовую гамму, это был ДК «Юность», и вообще, вы знаете, в то время были такие подходы, а не только единственные, вот эти, я вам показывал объекты соцкульпт-быта, вот эти двухэтажные, они были терракотового цвета, терракот, это вообще у модернистов, ну, просто, ну, песня. Вот этот пизоем Толмачевского аэропорта, вот, знаете, этот терракот, я хорошо помню, вот этот цвет был очень любимым, и вот в Академгородке этим цветом был покрасен эти двухэтажные дома, я не знаю, может быть, это во сне у меня было, может быть, все-таки это помню, что все-таки нижняя часть, по-моему, тоже покрывалась терракотой, вот этот ДК «Юности». Ну, то есть, это тоже был такой фантастический, казалось бы, хоть и типовой проект, кстати, вот нынешние здания Банка Открытия, который ВТБ, бывший Новосибирский Штормбанк, это та же, собственно говоря, типовая, так же типовой проект, бывший дворец пионеров, вот, и тут вот такие круги, ну, я считаю, шикарный такой типовой проект, но, и вон, пришла эра, где-то в 80-х годах, монументализма советского, и вот эта легкость модернизма, она стала уходить, она стала утяжеляться такими формами, потому что социализм, наконец, победил. В 80-х годах, вы же это помните, да, как он победил, и вот это легкое решение было заменено вот, ну, таким, очень монументальным решением. Насколько прав, не прав, орхидетор, я просто вам про фасадные вещи сейчас говорю, да, это не в этом дело, было, это совершенно проекция 80-х годов, это прямо проекция тех времен, которые говорили, что хватит вот этого безобразия, какого-то, долгодернизма, каких-то тонких колонн, надо все сделать так, чтобы империя была, стояла долго и навечно. Вот, ну, долгую чем-то. Это же ГЭС, да? А? На прошлом, знаете, это как ГЭС, натип, вроде бы, так, ну, ну, форма такая, может быть, что-то навеяло, да, я говорю, что, собственно говоря, полгорода застрялась вот эта монументальная архитектура, взять там, школу ВПШ, которая новая там, это все было очень сурово. И я тебе скажу, что это именно проекция вот этого времени, она, как бы, требовала вот эти тяжелых форм, как бы, и они были постмодернистскими, такие решения, безусловно, хотя, в принципе, постмодернист мы это, как бы, отвергали, и считали, что у нас его не было никогда. Но влияние к нам переходило, оно выходило в таких картинках. Значит, вот это перспектива, про которую я говорил университетского проспекта, и, значит, было совершенно классическое здание Бориса Алексеевича Захарова, кстати, которое переделало такая юность. Вот, ну, это такая, вы поняли, неоклассика. Сегодня это совершенно невозможно видеть, потому что все заросло и елками. Была попытка этот объект тоже сделать памятником, но он на экспертных оценках не не получил статус выявленного объекта культурного наследия. Вот, и самое интересное, что на фоне вот этой монохромной всех институтов типовых и их, собственно, дом ученых единственный имел какую-то там небольшую цветовую гамму, вот такая юность, были очень цветные жилые районы. Это прямо, собственно говоря, причем они были выкрашены неоднообразно, достаточно с интересными подходами, вот я тут покажу. Ну, и, конечно, малоэтажная застройка, вики, ну, как бы торцы одного цвета, основной фасад другого цвета. Вот это, я считаю, во все улицы жемчужные, нужно, я считаю, вот эти несколько объектов сохранить. Правда, я помню, долго смеялся по этому поводу глава технопарка, но я почему считаю, что есть открыточные виды, которые очень показывают вот именно характер этого модернистского подхода. Да, банальные дома, но они были всегда четко выкрашены, четко решены и для сегодняшнего дня в большей части сохранены. Вот. Ну, и теперь переходим к той школе, которая предлагается сделать. Вот Наталья мне позвонила и сказала, что все испугались этой школы. Сразу скажу, вы сейчас будете удивлены, это очень соответствует академию разговора. Это типовой проект, вы поняли, да? Он не имеет никаких постмодернистских вещей, он модернистский, вот прямо как вот пришедшие 60-70-х годов и упал. Понимаете? Как вот институт гидродинамики. Да, он такой. И причем, понимаете, ну тут есть, конечно, такие совершенно неожиданные решения, отбитые цокланные вещи, ну не совсем соответствующие модернистским элементам, но, если посмотреть на другие вещи, вот видите, вот такие удлиненные стекла, два пятна, это все работало вот в этой, как бы, ну мы не могли сделать горизонтальные окна, как за рубежом, чтобы были каркасы, а у нас таки кирпич, да, и поэтому мы делали, их рисовали, между окнами вот эти, прорисовывали, вот эти, получалось, у нас нечто стекление нарисованное, но мы шли впереди всей планеты, конструктивизм этим как нас научил, вот видите, вот она, вот это решение, это прямо из конструктивизма, прямо из модернизма нашего, да, когда мы не можем технологически сделать это стекло, мы его нарисуем, и поэтому, конечно, к этому объекту сказать, что она не может по форме такой быть, есть проблемы, я считаю, входной группы очень странное вот это решение так как по личному графике, ну просто очень непонятное решение, вот, ну такое решение, и, безусловно, я сказал, что это возможно улучшить, но с точки зрения контекстного решения и какого-то определенного изменения. Что я могу вам предложить, ну, как видеть какого-то графического просмотра каких-то моментов, которые могло бы вас заинтересовать. Ну, например, проект здания школы во Франции. Вот, очень лаконичная вещь, сделанная с деревянными фасадами, очень простая, хотя, конечно, дерево, вы знаете, облицовывать у нас нельзя, нужно делать определенные антимперидные прописки, там очень серьезные технологии, но, тем не менее, вот такой подход, он присутствует, да, ну, тут, надо сказать, такое время, когда его чуть-чуть построили, да, а это, вот, знаете, это бассейн, ну, с дудрой, то есть, время такое было, то есть, он должен был задуться, но там, при школе, тебе даже плакать. Вот эти дети на лаконичной территории гуляют, вот, честно скажу, если вы такое сделаете, не думайте, что вы, прям, жители, какие-то рассказы, скажут, ого, как здорово, прямо, различные. это решение, вы понимаете, очень классное, очень тонкое, и поэтому, если вы работаете, вы должны очень убедительно показать, и как-то, ну, что ли, совместить, ментальное восприятие жителей, наших жителей, у нас, как бы, считается, красота, это то, что сложнее, а для Швейцарии красота, это то, что проще, да, вы поняли, да, поэтому, конечно, надо как-то это дело совмещать. Ну, вот, видите, такой камень науки лежит. Я даже боюсь комментарий, и с твоим поводу этого объекта, давайте, точно, но, объект очень, мне нравится, вот этот элаконизм, и вот это, и он именно модельнистский, и именно, вот, ну, как бы, вот, хорошо входит в контекст элаконизма, городка, причем, не просто в контекст, а с его развитием. Вот это фасады, это вот, генпланчик, это планы, это внутреннее пространство, и вот этот заяц просто, просто потрясает. Ну, то есть, все, отучился человек, животное, отучил, готов, лежит, шарики какие-то, они же, вот, интерьеры, ну, интерьеры, вот, классы такие. Если честно, да, вот сразу скажу, чтобы и Наталья, и все участники понимают, такая фиктура требует высочайшего качества, высочайшего качества поверхности, стен, дальнейшего сопровождения в эксплуатации, ну, чтобы не коряплась, то есть, это должно быть прочное и качественное себе покрытие, и это надо понимать. Такие решения не терпят разрухи в поле, да, если Агюст Пере говорил, что архитектура то, что красиво развалено, да, то, вот, модернизские, такие, минималистические работы, они не терпят, даже маленькие, вот, не знаю, разбитого, трясного, что растекла, они не терпят. Так, это вот, кто же надо же такой в школе, да, представляете, никто ничего не написал, ну, мне, знаете, когда я показывал директорам школы, кстати, я показывал в Экадемии Городковской директора, вот, у меня было 8, 8, что ли, часов лекции по пространству внутреннему и наружному, да, они просто говорили, ну, это, наверное, сняли, год в год сдали, и еще чемодан положили, чтобы, ну, типа, показать, что вроде кто-то тут есть. Так, санитар к узлу, у меня вот эти очень нравятся, лаконичные такие ставки цветовые, вот, спортивный зал, здание во Франции тоже, я, значит, сразу скажу, что вы тут плохо видите, но коррекция цвета, розовый цвет, розовый, черный, ненавижу розовый цвет, это единственное здание, которое, одно из редких зданий, которое я принял, да, ну, не люблю розовый цвет, меня простите, не потому, что это плохой цвет, ну, какие-то у меня вот к этому напряжение, тем не менее, объект очень шикарно сделан, я не буду быть антиконструкцией, я просто говорю о цветовой гамме, о лаконичности определенных решений, и причем решение стены, видите, да, фактурной, и как бы сочетание черного розового, школьного, да, ну, оно достаточно интересно, я сразу скажу, что при нормальном мониторе это выглядит очень неплохо, вот сразу замечу, для архитекторов, если будете его отрабатывать, вот этот угол отвратительный, вы поняли, почему, это очень опасный угол, и при всем эстетическом красоте этого угла, я считаю, такой вот для школы недопустимым, потому что на нем может просто погибнуть ребенок, вот, вот это, значит, абсолютно розовое пространство, она мне долго не нравилась, пока не посмотрел некоторые моменты, но сейчас еще раз покажу, это входная группа, вот смотрите, вставка внутреннего вот этого зелени, да, и совершенно такого бы нахромного, спокойного коридора, она качественно вот дает определенные разные впечатления природы, то есть, по сути дела, как, ну, знаменитые объекты Мисс Ундеройна, тот же стеклянный дом, вот это сочетание, вы поняли, да, природы и органики, и абсолютные, вот эта геометрия, и юморизма, она позволяет давать серьезные качественные вещи, так, а вот тут плохо видно, вот это абсолютно розовое пространство, это такой бетон, ну, и такой синий пол, так вы знаете, да, вот это розовое пространство, это каворкинг, детский каворкинг, вот прямо я после этого полюбил розовый цвет, но ненадолго. так, еще одна школа, тоже французская, я, а, стоп, 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 это я просто повторил, это было ночью, так, я не помню, я просто хотел показать, что, может быть, какой-то цветовой ставкой, предположим, угловое решение, но с какими-то определенными элементами, и, соответственно, образом сам фасад может выполнить, ну, видите, да, это уже очень распространенный подход, я думаю, что все сидящие сегодня архитекты это знают, да, но, тем не менее, я вам показал, вот, и вот, да что ж такое, что ж такое-то, а, а, я хотел сказать об интерактивности, вы можете попытаться сделать интерактивные решения, в фасадах, это детский сад и крутящаяся ставня, вы помните, да, вот, смотрите, ребенок может крутить ставни, вот там вот внутри эта штука, да, и набирать фасад, это очень интересная вещь, я просто говорю, что это одна из интерактивных идей, а, по сути, интерактивные идеи можно делать, какие уж вы хотите, то есть, ребенок может участвовать в этой интерактивной игре фасадов и создавать собственное пространство, это будет очень творческий подход, когда он сможет как бы формирует из фасадов вот эти свои какие-то определенные идеи, вот видите, очень просто, просто здорово, я бы сказал, вот, ну еще что, надеюсь, и снова не появится, эта школа, а, что ж такое, а, это, знаете, это французы проникли ко мне в компьютер и что-то сделали, понимаете, так, 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 что ж такое-то, что ж такое-то, а, интерактивность можно выражать, вот эта вот башня, но, кстати, мне очень понравилось, я просто вам показываю пример, ее можно делать на фасаде, это, значит, интерактивная башня, которая, ну, сообщает о состоянии горожан, то есть, депрессивном или радостном состоянии, то есть, они через интернет сообщают свое состояние и башни меняют цвет, вот, ну, я не знаю, синий цвет, это состояние грустное там, а вот зеленый цвет, это все обрадовались, да, мы в свое время со студентами, вот, когда делали такое, по методологии в проекте реконструкции первого этажа Академии, да, у нас была такая мысль, они сказали, убрать все, чтобы свет проникал на улицу и весь город видел Академию не вот этим тяжелым ВПШ, а таким вот прямо светом прорубался, и тогда пришла идея, что свет, может быть, вверх красным все знали зачет, там, предположим, зеленым, там, предположим, учились каникулы, вот эта интерактивность, я просто вам хочу сказать, что можно создать фасадную интерактивность, это будет круто, это будет круто, потому что, как бы, школа будет не внутренней, не за забором, она будет сообщать о своих делах, так, вот, кстати, интерактивные внутренние пространства, они могут совместиться, я думаю, что круто может быть внутри, и это все может стать таким, да что ж такое-то, что же такое, слушайте, это что-то непонятное, к чему мне приходит все время тоже, французы, негодяи, зеленая школа в Париже, зеленая кровля, понимаю, что зеленая кровля, в рамках этого бюджета сделать трудно, но можно это идею представить на будущее развитие, оно мне очень нравится, я сейчас пытаюсь сделать в лабораторном корпусе при планетарии такое решение, наверху сделать какой-то гидрофоновый, такожем, какой-то, это как называется, ну, где он грудцы выращивает, да? Теплица. Теплица, да, вот, и дети могут заниматься, ботаника, не так, чтобы, да, а вот они могут заниматься непосредственно вот, на крыше в осенние и весенние периоды, видеть, как посадки делать и видеть, как это расти. Я считаю, это очень тоже интерактивная вещь и тоже позволяющая дальше развивать. Я сейчас боюсь переключать вот это верхнее пространство. Кстати, все говорят, что невозможно посадить деревья, невозможно посадить там траву и все прочее. Съездите, посмотрите, ты садил, никто не садил деревья, они растут и уже все взросло. Может быть, даже не надо ничего садить, просто, потому что, поскольку, как сообщают Академгородок, это Каиле, это система, она сама эти крыши, просто грунта там насыпьте и через какое-то время все будет хорошо. Там все вырастет. Вот если сосна вырастет, будет сложнее, конечно, но березы точно. Березы, они очень быстро растут. Я у себя посадил березу и не успел увидеть, как она выживает дуба, уже растет и растет. Просто все корнями прилетает, это очень серьезное растение. И на крыше она хорошо. Так, так, я в общем просто нервничаю. Вы не знаете, это же не может быть, это просто возвращение идет какое-то. Да? Вы меня просите, я буду перегистывать. А это знаете, как поймешь? Это даже весело, да? Так, а может быть, как-то выйти из этого состояния? Так, это хорошеевская гимназия. Она получила золотой капиталь, насколько я помню, Игорь Нприн, по-моему, на прошлой капитале. Я просто ее показываю с точки зрения вот так. Ну, как бы, фасадных решений немножечко геометрия поправлена и, соответственно, она дает определенный эффект. Это можно сделать, она не даст очень больших экономических вкладов у нас, по крайней мере, ну, конечно, тут очень серьезный консольный вынос, но можно найти на, как бы, входных группах как-то вот это дело решено. Да, вот этот реск, я его рисовал где-то в течение 10 лет, а теперь он везде. Вот даже вот он, он, вот, или вот, да, в туре на фасаде, я вообще елки зеленые, ну, мне ни один заказчик это не выглядел, потому что все говорили, ну, ты придурок архитект, ты что рисуешь? А теперь это хорошо и скандиналии, и сделать вот такая вещь присутствует. То есть, можно, конечно, создать и какой-то декор, который формирует, ну, как бы, ну, псевдорез, или что-то в этом роде. Хотя, честно говоря, это уже очень сбитый мотив, и может быть, наверное, он уже лишний. Так, ну, вот. Так, 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 так. Ой, слава богу. И повторяемся, да. Эта школа мне очень понравилась, она в городе Пушкин, Московской области. Эта школа сделана, вот, кстати, тут очень плохо, это такой достаточно терракотовый, яркий цвет. По форме она достаточно простая, но имеет очень много вот тут внизу разных цветовых гамм, и вот, отверстий, летящий такой вот голубь, да, вот эта шикарная, как бы, то есть вы можете применять какую-то графику, какого-то символа, и поверхность вот этого, как бы, места, она такая волнистая, и при всей прямоугольности школы, всей простоте, у нее найдены очень интересные моменты. Сам интересный момент, это вот эта входная группа, она там дальше еще сложно развивается, куда школьники входят, чтобы пойти иного учиться. И там вот эта входная группа с заходами из разных мест имеет такое разноцветное с толпами пространство. Это пространство открытое, вот еще раз с другой стороны посмотреть, это внутри, вот она, это не фонарь, вы помните, да, это прямо открытое пространство, и вокруг этого пространства, а, вот подход через вот эти такие каналы, я прямо скажу, что, будучи школьником, я хорошо помню, мне понравился Ирина Сморкович, когда вот в контуре проводила занятия, она сказала, что мы делаем все дворы безопасные, вы знаете, да, чтобы родитель всегда видел, вот он наш школьник, вот он все такое, а оказывается, ребенок, дети, у которых делали эти дворы сами, они делали совершенно скрытые пространства, какие-то ходы, коридоры, я помню, что в школе я всегда любил куда-то зайти, там, за угол, и не потому, что покурить, а потому, что просто-напросто есть вещи, ну, какого-то романтического вот этого пространства, и вот это пространство, я считаю, очень романтично сделано, с таким проходом, в конечном итоге, вот угловнутый двор, и этот двор вокруг имеет обходную галерии, с которых все это можно созерцать, видите, вот такая вещь, шикарно, просто лаконично, вот так вот, я просто говорю, что вы можете добавить какой-то элемент не только к фасаду, но как бы к структуре, да, которая может значительным образом усилить эффект восприятия именно своей школы, и в этом плане я считаю, что на этом все. Значит, что я хочу в конце сказать, значит, все, что я вам показал, конечно, говорит о других бюджетах, я имею в виду, московский бюджет, конечно, другие, и бюджет, который сейчас будет предлагаться в вашем решении, безусловно, сложный для создания каких-то невероятных решений, но если вы умеете считать деньги, когда вы оформляете свою квартиру, то вы находите какие-то совершенно невероятные подходы, конечно, в итоге, которые создают невероятный психологический эффект для всех людей, которые приходят в гости, в том числе, для вас самого, потому что вы чувствуете себя комфортно. Я думаю, что школа должна быть ощущением как совершенно необычная, как своя школа, как именно школа, соответствующая вот такому месту, как город-лес, это раз, и она может иметь и экологические подходы, и даже какие-то зеленые подходы, и одновременно должна войти в контекст вот этого категородка, который лаконичен, который функционален и не имеет каких-то постмодернистских наворотов. Я имею в виду декора, многочисленного декора и усложнений форм. При всей простоте всего показа, о котором я вам говорил, на самом деле это сделать крайне сложно, потому что для этого нужно иметь вкус и определенное умение с этим работать. Но я не буду говорить тем архитекторам, которые сейчас предлагаются это выполнить, потому что они все это умеют просто замечательно, и поскольку мы собрали такую просто прекрасную команду архитекторов, я надеюсь на невероятные решения и пиар этой школы, если это получится, я думаю, что это даст в последующее время последующие проекты, которые будут не только в городе, говорить о том, что школы тоже имеют конкуренцию и тоже имеют право побороться за внешний вид для того, чтобы выглядеть как-то необычно. Тем более сегодня школы первые лицея, второй лицея на Девом берегу, они имеют хороший преподавательский состав, имеют отличные образовательные подходы, то есть время пришло обыться, вот так вот, привести себя в порядок, там, жениться, выходить замуж, и в конечном итоге, я думаю, что школы, которые будут, и детские сады, которые будут преобразовываться в Академии Республики, а это будет происходить, потому что это просто реальный процесс обвенчания, который происходит со всей социальной инфраструктурой, будут, видимо, внимание прощать на то, чтобы как себя проявить и показать. Я желаю всего успеха в этом нелегом труде. Все. Игорь Ильич, большое спасибо. Сейчас объявляется короткий перерыв, потому что немножко мы все узнали, а семинар у нас довольно много восстановились силы, которые нам нужны для проекта хранитектурных подвигов. Там работает безалкогольный, потому что мы находимся в стенах учебного заведения бар с витаминными коктейлями. Пожалуйста, проходите к бару, выпивайте. Соки, коктейли. 10 минут, не больше. Просто не разбираться, потому что на второй части тоже будет много чего полезного и интересного. Наталья Ивановна, пока у меня трансляция не закончилась, давай быстренько, сделала. Пойдем пообщайся. Вот эта идея, именно объявить конкурс, это чья идея, откуда она появилась и кто помогает этом делать? Идея моя, я ее прежде всего пошла обсуждать с Татьяной Иваненко, с которой у нас уже есть опыт проведения подобных мероприятий. Ну и я надеюсь, что у нас все получится. Ну а дальше мы пошли обсуждать это, конечно, с мэрией. Отклик вот, то, что люди кто подошли, получается, пока и прекратилось как хочется? С точки зрения состава, я знаю, что сегодня самые лучшие архитекторы Новосибирска согласились с нами работать. Понятно. Ну, а те, кто захочет поучаствовать в конкурсе, у кого здесь нет, куда им обращаться, к кому противобаза? Значит, на... Таня, Таня, где ты выложила информацию? На СТСА, да? На Золотой Капители. на Золотой Капители. Ну, в общем, нужно зайти на сайт Золотой Капители и там... Ну, я еще у тебя на странице сегодня тоже все опубликую, все подробно напишу, все яркие пароли там. Вот так. Хорошо. Спасибо. Ну, вот, первую часть трансляции или первую трансляцию на тему «Какой может стать гимназия номерты в Академгородке?» я заканчиваю. Если там дальше будет интересно, продолжу трансляцию, возобновлю ее через некоторое время. Вы, пожалуйста, кому эта тема важна, сделайте репост, пригласите архитекторов, не только из Новосибирска, сделайте свои предложения, свои замечания, и лучше всего организатору этой идеи провести конкурс по тому, какой будет гимназия номер три в Академгородке, это Наталья Пинус, депутат городского совета. Городского совета депутатов, так у нас называется. Продолжение следует...